ну что же здравствуйте дорогие друзья и враги я абсолютно всех вас приветствую и сегодня наконец будет сравнение которое меня интересовало все это долгое время думаю так же как и вас это будет сравнение дании и россии два достаточно крупных города как в той так и в другой стране также они имеют в том числе и студенческие специализации может быть мы даже посмотрим университеты это город орхус и город новосибирск спасибо огромное заказчику за предложение данного видео и за то что он откликнулся на мою просьбу это очень приятно ну и начнем пожалуй наверное с новосибирска кстати говоря новосибирска у нас ни разу не было мне предложили посмотреть город орхус а российский город на свой выбор но я решил что будет справедливо порадовать тех подписчиков которые заходили из новосибирска и достаточно давно уже просили сделать ролик чуть ли не год назад и давайте же отправимся на одну из крупных улиц вот на такой вид мы попадаем впрочем хочу сказать что вид довольно таки неплохой в новосибирске 2016 год смотрите вот такой большой круг имеет различное украшение архитектуру вот такие вот арочки я так и не понял правда под ними билборды или тогда билборды проходит трамвайная линия что тоже кстати смотрится достаточно интересно я не припомню в моих сравнениях такого варианта что по середине большого круга находится трамвайная линия прошу не обращать внимание если вдруг как-то мой голос звучит несколько иначе я недавно опять переболел и постарался как можно раньше выпустить ролик хотелось конечно как можно быстрее его записать наблюдаем мы неплохое дорожное покрытие но могло бы быть конечно и лучше для такой крупной улице в целом такой крупный перекресток что-то такое постсоветское но неплохо выглядящие смотрите есть вот такие вот приятные фасады вполне нормальные многоэтажные здания есть вот такие вот советские которые ну я бы даже сказал раздражают немного при взгляде на эту не самую худшую панораму в общем-то для россии для крупного города панорама вполне сносная я уже так поощрительно буду сейчас это все оценивать конечно вижу что тротуар никуда не годится для такой крупной улице для частного сектора было бы вполне неплохо вот хороший фасад здания ну вполне такое нормальное современное здание то есть не сказать что что-то сверх естественно и здесь вижу но вполне нормально хотя бы так здесь у нас на панораме 2012 год август и в августе достаточно много пыли это тоже немножко печалит вот такие вот виды мостов не самый лучший вид для панорамы старый советский мост но хотя в принципе он может прослужить еще достаточно долгое время ну вот такие вот надземные переходы если бы был вид посвежее то вполне неплохой вариант видим тропинки газон давайте еще одну крупную панораму посмотрим думаю нужно учитывать что мы можем попасть на не самый удачный вид я видите учитываю вашу критику когда мне говорят что я там попал вообще не пойми на какую улицу и посмотрел виды и сделал вывод о городе давайте вот например сюда перейдем но такая вот крупная улица также с кругом круг вполне неплохой также как и на предыдущий даже по приятнее по ухожений по свежее я бы сказал также идут вполне интересные современные фасады перемешку с какими-то советскими неприветливыми неприятными для глаза вот видео такие вот балконы это даже немного как-то дико видеть когда вот такие вот страшные балконы которые даже для окраины города не годятся выходят на крупную улицу вот красивый фасад вполне достойный просто на 5 баллов российских вот еще один фасад тоже смотрится вполне неплохо дорожное покрытие примерно такое же как и было на предыдущий панораме на предыдущем перекрестке тротуары также оставляют желать лучшего все-таки крупная улица и непонятное асфальтированное покрытие это все-таки не то что хотелось бы видеть на таких улицах но вот чуть дальше уже вид вполне достойный также мы видим что сзади виднеется здание новосибирского государственного цирка панорамы в самом цирке я не обнаружил но есть вот такая вот территория сзади самого цирка это нарымский или нарымский сквер извините новосибирцы если я неправильно говорю но вид вполне достойный я бы наверное это охарактеризовал как достойный бюджетный вариант к сожалению снимки не совсем идеально состыкованы но в общем то мы видим что вид неплохой если бы конечно не вот такие вот заборы огороженные скорее всего от стройки или от какого-то снесенного здания давайте же отправимся наконец в орхус оценим датские виды наконец-таки мы отправляемся в эту страну страна дания как я уже говорил что мне кажется дания это страна но я так скажу сказочных видов а вот такая вот крупная улица да снова мы вспоминаем скандинавские виды например как мы смотрели в швеции также мы смотрели норвегию финляндию но тем не менее здание она выделяется на фоне всех этих стран ну здесь у меня даже какие-то комментарии отпадают вы сами видите это фантастическое качество дороги эту всю городскую панораму на эти все выстриженные кусты и также я вижу на мини карте что это не сквер а кладбище вот никогда бы не подумал что кладбище может выглядеть вот таким образом на входе обычно у меня ассоциация в странах снг что вход в кладбище это какая-то окраина напоминающая какой-то не то завод не то какой-то лес огороженный какими-то заборами иногда может быть там блокпост своего рода виде охраны здесь не очень хорошо видно но я так понимаю даже на дорожных указателях расположены электронные табло с какой-то информации само собой велодорожки куда же без них в европе в общем вот так вот это все выглядит вот здесь большая стоянка велосипедов а вот давайте еще посмотрим на контингент который ездит на общественном транспорте который по сути считается пусть даже я скажу и стереотипно но более таким низшим звеном в обществе посмотрите как одеты люди ну одеты все в общем-то прилично видно что цивилизация здесь однозначно существует в обществе давайте постараемся взглянуть на мгновение на остановку в новосибирске ну вот одну из них я нахожу ну и не знаю какое-то впечатление что попадаешь какие-то 90-е годы давайте перед тяготами частного сектора российской реальности перейдем в академгородок новосибирске все-таки как я уже сказал эти города располагают университетами и поэтому я думаю стоит хотя бы поверхностно взглянуть на эти аспекты в обоих городах вот так выглядит академгородок в новосибирске видим здесь институт цитологии институт ядерной физики институт химической кинетики в общем здесь действительно есть на что я думаю посмотреть взглянем сначала на перекресток который находится среди этого всего но вид конечно не самый лучший в местами но местами вполне неплохо вот как такая вот ухоженная клумба хотя к сожалению даже здесь не хватает бордюра в общем то ладно это можно простить есть также неплохая дорога может быть даже где-то на окраине дании мы можем найти что-то подобное много тропинок не совсем лицеприятных вполне неплохой тротуар что-то такое в виде сквера даже такой аллеи вот смотрите как усаженные деревья то есть видно что как-то вот старались хоть какой-то и старый такой советский вид здания но все-таки это как-то смотрится давайте перейдем еще на одну панораму и смотрите что я обнаружил памятник лабораторной мыши это действительно очень интересно и даже я бы сказал забавно к сожалению подхода к ней нет но можем увидеть фотографию уже хорошо таким образом она выглядит и смотрится очень даже креативно осмотрим территорию рядом с данным местом как можно ближе вот смотрите здесь не то институт не то общага очень приличный вид вот здесь на пятерочку прямо видим заборы конечно оставляют желать лучшего какие-то непонятные времянки что ли техническая подстанция вот смотрите вот достойный вид технической подстанции россии современной вот это ответ на вопрос а как же должно выглядеть по твоему ну вот так хотя бы должно выглядеть они вот так вот с непонятными деревянными разбитыми окнами не совсем ухожена территория видите рядом газон и даже деревянный туалет конечно же как же без здания центра информационных технологий этот вид действительно будет очень даже достоин на фоне причудливых европейских зданий наверное даже даст огромную фору это та самая архитектура которой можно действительно гордиться что в стране она существует она выглядит очень оригинально так вот мы переключили сейчас мы вернемся на более удачный снимок потому что как-то замылено все было на предыдущем вот видите центр информационных технологий даже в каком-то таком западном стиле сам стиль здания напоминает как ни странно данию это и по расцветке это и по какому-то стилю вот смотрите ну вот глядя на это здание ну видно что самая настоящая скандинавия здесь расположен между двумя зданиями некий такой зигзаг висящий в воздухе что-то вроде перехода вот отсюда можно видеть его кому интересно можете более детально изучить в общем то главное мы изучаем панораму смотрите вот такая вот территория рядом находится здесь даже не скажешь что ты находишься в сибири новосибирске сейчас мы перейдем чуть позже к частному сектору и вы поймете что это колоссальный контраст потому что глядя даже на это здание контраст создается и на фоне европейских стран также вот зимняя панорама вот смотрите какой удачный кадр здесь просто без комментариев в городе орхус я также нахожу университетский парк вот смотрите вот такая вот территория здесь находится университет судя по обозначениям на карте университет орхуса и также по русски здесь написано университет со множеством программ в общем я думаю стоит взглянуть однозначно на данный пример сначала посмотрим на это все с улицы с проезжей части как для простого обывателя но видно что вид стандартный такой датский который мы успели узреть вполне приличный вот таким образом выглядит я так понимаю вход в этот университет также видим назойливую рекламу она здесь очень даже не к месту это можно было бы еще простить в россии но все таки здесь видите как все прекрасно выглядит посмотрите на эти торцы зданий на вьющиеся растения как это все интересно выглядит в общем претензий здесь вообще никаких давайте перейдем во внутрь территории университета здесь множество зданий я не могу знать что к чему в общем то будем просто смотреть и какие-то наверное догадки даже выстраивать судя по тому что там написано это здание библиотеки коллегия посмотрите на территорию на дорожке в общем то просто как бы ухожено красиво ничего прям сверх естественно такого нет как например в центре информационных технологий в новосибирске но все таки здесь повсеместно я вижу что просто ухаживают я бы даже так сказал что если в новосибирском академгородке жить можно и учиться то здесь еще можно и насладиться этой жизнью вот такая вот территория но видите да как я уже и говорил повсеместно ухожено красиво и дождь только украшает эту картину вот на четырнадцатый год с семнадцатого переключили здесь нет дождя вот ходят студенты нет ни пыли ни грязи ни мусора вот это то ли вытяжка то ли колодец можете написать даже интересно что это такое при этом находится несколько прудов и по этой тропинке пока ты идешь ты уже наслаждаешься жизнью это и воздух это и виды это и чистота в общем можно только позавидовать учащимся в этом университете ну и давайте же напоследок посмотрим на частный сектор как одного так и другого города ну вот на такой вид мы попадаем новосибирске конечно это очень непривычно видеть после видов информационного центра в академгородке это просто какой-то разрыв шаблона это ладно я еще привыкну если показать это какому-нибудь европейцу то он просто будет недоумевать как могут люди жить вот на таких улицах имея вот такие здания как информационный центр хотя я хочу подметить что на фоне многих частных секторов улиц в россии этот вид вполне такой даже неплохой как-то худо-бедно ухоженные домики не самые такие понурые видно что стараются следить за фасадами меняют крыши конечно с датскими крышами это и не сравнить с европейскими в остальном конечно я ожидал большего тут вот совсем никуда не годится смотрите на эти двери заборы вот этот частный сектор это вот постоянная проблема россии то есть если как-то еще крупные улицы за ними стараются следить ухаживать чтобы как-то был презентабелен город но все-таки видела такиют панорама диву даешься давайте еще на одну улицу перейдем как я уже сказал в принципе на фоне частного сектора российского это еще куда не шло но все-таки такой крупный город с таким неплохим академ городком и у такие вот виды но также стандартная картина небольшого города в глубинке рядом какие-то многоэтажки это все перекликается с частным сектором вот эти вот новостройки что в подмосковье комментировал что вполне неплохой вариант но как-то не эстетичен даже наверное на это здание поприятнее будет смотреть также здесь вижу что насыпали гравий может быть собираются делать тротуар может быть просто чтобы грязь не накапливалась нигде ну уже хотя бы что-то для такого района запущенного вот тоже интересный пример в общем-то здание с неплохой архитектурой его просто отреставрировать но все-таки нет этим не занимаются рядом вот участок такой заросший ну в общем я вижу что в этом районе нас также ничего не ждет интересного давайте перейдем в данию куда-нибудь ближе к окраине города ну и вот вам пожалуйста сразу же вид сходу на диком контрасте и вот дания меня особо привлекла частным сектором то есть все-таки если на крупных улицах также неплохие виды но еще как-то можно ассоциировать с другими городами европейскими даже может быть и не самыми удачными то здесь просто очаровываешься то есть мы в швеции удивлялись видом но здесь это еще лучше здесь уже и кирпичные дома причем не из какого-то непонятного кирпича то есть это все сделано аккуратно красиво не скажу что в швеции это не так но все-таки в швеции встречались какие-то больше похожие на какие-то деревянные домики такие быстро собранные здесь все таки уже у многих все из кирпича все доведено до какого-то идеала во дворе можете пересмотреть предыдущий ролик про швеции вы поймете о чем я говорю то есть все таки для человека который впервые видит европу он конечно не поймет о чем я говорю то есть он подумать ну что и там и там как бы неплохо но чем больше вы смотрите на различные города и страны мира то вы это начнете понимать вот посмотрите мы зашли на несколько дворов здесь пересекаются как я понимаю и вот как это все организовано смотрите здесь есть даже лавочки можно пообедать поужинать после работы на свежем воздухе есть где поиграть растительность вот говорят в россии природа да я конечно не спорю но почему бы за ней не ухаживать вот простого человека в частном доме природа намного больше чем во всей россии обратите внимание на асфальт на тротуар также очень важно да конечно уже вот в таких местах здесь ну с этого расстояния кажется что нет какого-то покрытия может быть она и есть но тем не менее придираться к такому я думаю это вообще бессмысленно то есть мы зашли в какой-то совсем тупик на окраине частного сектора на крайне города даже так вот мы переключились ну ладно думаю как раз стоит двигаться дальше вот еще один район частного сектора ну вот смотрите снова присутствует и дорога и фасады ну вот здесь уже да конечно на фоне датских видов небольшой конечно участок но тем не менее вот снова природа все красиво все уложено даже перегородка между дворами смотрите она и то эстетично вспомните какую перегородку делают я даже не скажу в россии вы даже вспомните в сша то есть все таки если в россии уродливым металлическим забором отгораживаются на передней части дома то есть это все видно вот практически с дороги то есть ты каждый день видишь это уродство сша например эту перегородку могут использовать между дворами там где это не видно с улицы но все таки уже оба хозяина будут наблюдать вот это уродство здесь же как мы увидели один из примеров была неплохая деревянная перегородка между дворами на это тоже стоит обращать внимание такие детали мелкие но тем не менее все таки конечно ну что тут говорить конечно дания по сравнению с сша какой бы она прекрасно не было но дания все таки это уровень это действительно уровень жизни посмотрите как интересно смотрятся вот такие вот домики так понимаю старая архитектура вроде бы построены не так давно на первый взгляд может быть это очень хорошо реставрируется также можете написать вот такая интересная деревянная пристройка чем-то даже напоминает дома где-то вот в центре западной россии вот что-то подобное и крыша вот такая вот металлическая и дома чем-то вот напомнила может быть опять же на другом уровне все это но тем не менее архитектура очень похожа ну вот смотрите как эстетично все смотрится такой аккуратный въезд во двор опять же перегородка посмотрите между соседями не уродливый железный лист столбики буквально растущие из вот таких вот красивых стриженных кустов даже кусты пострижены не квадратно а каким-то вот овалом посмотрите как сказочно выглядит сама улица идущая немного вверх ну и закончим мы улица и в новосибирске которую я специально уже выбрал поскольку мне какие-нибудь оголтелые пользователи скажут вот ты в моем городе не посмотрел там главные или специально не смотрел красивый улиц ну уж ребята извините если европейской стране я методом тыка нахожу ухоженные улицы а в вашем городе недостаточно ухоженные то это не моя вина тем не менее я сам не против посмотреть то на что можно посмотреть и красный проспект одна из таких улиц да действительно здесь вид очень достойный вот вопрос почему весь новосибирск таким образом не выглядит здесь конечно прекрасно все это и достойное дорожное покрытие это и ухоженные фасады все отреставрировано чуть дальше я вижу также собор александра невского таким образом он выглядит проглядываются конечно какие-то серые здания но тем не менее это не так заметно за счет того что в таком вот количестве находится много такой ухоженной архитектуры здесь мне и сказать конечно нечего хочу показать вот такое вот здание в орхусе необычной архитектуры и так понимаю это отель но могу ошибаться также дальше вот такая вот архитектура интересно идет ну вот сама вот это здание очень даже необычная с видом на вот такой вот порт морской такой стандартный скандинавский вид очень интересный ну и на этом я думаю можно закончить не забудьте показать мой ролик друзьям и знакомым поставить лайк если вам понравилось это видео также можете заказать свое сравнение но правда сейчас будет еще следующий ролик у меня заказан обзор челябинска кому интересно ставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну а тот кто хочет заказать после следующего ролика свое сравнение или обзор города он стоит чуть дешевле то ссылки в описании сайт донейшн алертс там достаточно все просто и я исполню ваше желание до скорого увидимся в следующем ролике а